Ну давайте ничего не будем сокращать, но слушайте, нам тогда надо все население Москвы уложить на эти койки, ровным слоем. Зачем? Так, ну не может же департамент Москвы обманывать, что больница работает? Ну значит она работает, ну вот очевидно, смотри, здесь огнетушитель есть. Сергей Семенович Собянин сейчас тратит десятки миллиардов рублей на постройку новых больниц под коронавирусных больных. Ранее он провел оптимизацию, в результате которой было закрыто десятки медицинских учреждений и больниц, которые сейчас стоят в законсервированном, заброшенном, в каком-то другом виде. Отсюда возникает вопрос, а была ли необходимость в затрате таких средств бюджета на постройку новых больниц, когда у нас есть существующие, вот в эксплуатацию которых требуют гораздо меньших временных и материальных затрат. Так это или не так, мы с Алексеем Обуховым решили поехать и посмотреть. Перед вами одно из наиболее бесполезных сейчас учреждений Москвы, это Московская городская дума. Еще несколько лет назад, до 15-го года, здесь находилась городская клиническая больница номер 24. Собственно здесь она находилась, ну примерно 200 лет, с 1830-х годов. Вот, здесь были вполне неплохие операционные, все было как нужно, но потом больницу закрыли, а Мосгордуму открыли. А могла бы быть больница, центр Москвы, бульвары, вези не хочу, что называется. А вот это вот знаменитый сад при Екатеринской больнице. Дело в том, что раньше сюда отлично выходили пациенты, они тут какую-то легкую такую реабилитацию на свежем воздухе проходили. Но, соответственно, сейчас этот сад закрыли и открывают только на выходных для сквичей. А так это строго закрытое место, тут гуляют только депутаты. А остается нам вон там, мы видим такую стекляшечку вон, это новое здание Мосгордумы, его отгрохали вместе с реставрацией Екатеринской больницы. Ничто не мешало мэрии, отгрохать здание не хуже, такое же, здесь же, но для больницы. Однако решили, что в центре Москвы земля дорогая, и, соответственно, больницы куда-нибудь можно и в коммунарку, что называется. А тут нужно обязательно посадить своих, ну в данном случае своих депутатов, которые, естественно, в большинстве своем единая Россия. Говорят, что больницы существуют здесь до сих пор, это ГКБ скорой помощи номер 6. Ну в каком виде она существует, мы, как бы сказать, это помягче. А когда приезжаешь в Венецию, допустим, там антикварные больницы, ну больницы там 18-го, 17-го века, в них почему-то до сих пор лечат людей, дай бог каждого. А у нас вместо больницы антикварных вот это. За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей. Вот, собственно, это то здание, которое согласно сведениям портала «Узнай Москву». Да, оно действует, работает на текущий момент. Да, как раз здание корпуса 6-й больницы. Да, справочники видали. Так, ну не можешь же департамент Москвы обманывать, что больница работает, значит, она работает. Ну вот очевидно, смотри, здесь огнетушитель есть. Календарь 2012 года. Расписание приема врачей, как я понимаю, с кабинетами. Вот реанимация была, гинекология. Не врал, будет хорошая была больница. Вот так выглядит роддом на 3-й Красногвардейской улице, дом 1. Забор. При этом в окнах света нет. И здание, судя по всему, не в рабочем состоянии. Причины неизвестны. Родильный дом 21. Главной клинической больницы номер 71. На Багрицкого 55. Что же вы так, Сергей Семенович? Входы все заварены, решетки заварены. Тут не одна сотня койк уместится. Это не коммунарка, это центр Москвы, улица Багрицкого, между прочим. И опять заброшка. Двери заварены. Окна, кстати, до сих пор еще целы, но явно скоро перестанут. Что вам мешало оборудовать койки здесь? Красиво, удобно, зелень вокруг, тишина. Оказалось, что жадность? Это совсем рядом с роддомом 21, но там через дорогу. А это, соответственно, 71-я у нас больница. По абсолютно непонятным причинам заброшена. Все цело. Опять же, даже окна пластиковые. И все. Но там есть охранники. Граждане, Сергей Семенович, переоборудовать павильон ВДНХ почему? Что мешает? Цена земли? Понимаю. Но, может быть, все-таки цена жизни чуть дороже, чем цена земли? Может, вы как-то определитесь?